Всем привет, спекулянты! Вы на канале CryptoCommons. Давайте посмотрим, что происходит у нас сегодня с беточком и с другими монетами. Ну, собственно, медленно, но верно, мы пробиваемся все-таки с вами из этой фигуры, которую обсуждали последние пару дней, которая напоминает отдаленно перевернутую летучую мышь или голову и плечи. И технически, чисто технически отбросив весь FAT, фундаментал, геополитику и так далее, цель из этой фигуры примерно 25-26 тысяч. И вроде как мы туда и идем, но есть на самом деле два плана выполнения этой цели, ребята. Два варианта, как это может произойти, скажем так, хороший и очень хороший. Хорошее, это что мы просто сейчас берем и делаем вот так вот, но это только один вариант. А очень хороший или плохой для тех, кто не владеет правильным риск-менеджментом, это то, что мы сейчас берем и делаем второе дно, двойное дно в подарок, ликвидируем по дороге всех лонгистов, собираем ликвидность, да, и после вот этого двойного дна уже только мы отскакиваем и идем к нашим целям. Поэтому сейчас достаточно опасно залетать в большом плече на пробитии вот этого вот сопротивления. Это я сейчас говорю со спекулянтами, с трейдерами, которые торгуют с плечом. Если вы ходлер и просто набираете биткоин, то я вам напоминаю, что в долгосрок, ну это просто шикарные сейчас цены, то есть для вас вообще пофигу должно быть там 20 тысяч, 25, 30. Если вы покупали еще по 40 и сейчас докупили по 20, то вы усреднились, у вас среднее стало по 30, это сильный уровень, как бы, и мы с высокой долей вероятности скоро к нему вернемся. Вот, поэтому тут смотрите сами, в долгу для инвестиций, на мой взгляд, сейчас прекрасное вообще время, потому что, как я уже делал сегодня у нас в телеге пост с утра. Сомневаетесь? Отдаляйтесь. Смотрите по-крупному. Кстати, да, подпишитесь к нам в телеграмм обязательно, чтобы не пропускать всю движуху. Вот, просто отдалитесь. Вот карта биткоина до 2042 года перед вами и потенциал роста до полутора миллионов долларов. Вот и все. Если вы верите реально в биткоин, просто посмотрите, где мы сейчас. Мы в самом начале, все еще, ребята. Мы все еще у истоков, и мы с вами первопроходцы этой сети. Вот, но на самом деле, что прикольно, в 2015 году маэстро Андреас Антонополос дал очень классный ответ на вопрос о потенциальной атаке 51% на сеть биткоина. Это видео, как никогда, актуально даже сейчас, и я перевел его к нам на второй канал. Для тех, кто не знает, у нас есть второй канал CryptoCommons 2.0 с переводами зарубежной аналитики. Обязательно на него подпишитесь тоже. Кстати, ссылка есть в описании. Или просто вбейте CryptoCommons 2.0. В общем, я перевел этот видос. Он всего 2 минуты идет, но он очень актуальный. Он как раз про ценность самого блокчейна битка и про все остальные щиткоины. И про ценность в кавычках этого самого CBDC, который сейчас все говорят, что заменит биткоин. Никуда он не заменит биткоин. Если вы понимаете смысл вообще блокчейна биткоина, зачем он нужен, в чем его преимущество, то я думаю, вы здесь в долгую. Поэтому я думаю, что про долгосрок мы с вами часто говорим. И ничего здесь не поменялось, кроме того, что нам дают еще более вкусные цены. Потому что мы определенно лежим как бы на дне ультимативной поддержки, скажем так. И на мега перепроданных осцилляторах. То есть тут как бы не то, что технический отскок, а тут уже в принципе дно медвежьего рынка похоже, что наметилось. Но это ладно. Давайте про краткосрок еще поговорим. Значит, что я делаю? Я продолжаю держать свою позицию. Тем не менее, менеджерю риск. Если мы начнем отваливаться назад, я выйду и перезайду лучше. По биткэшу я набрал позицию, она пошла в минус. Она пошла в минус вчера. И многие говорят, что происходит с биткэшем. В чате у нас писали тоже там, почему он не растет, почему он падает. Потому что даже Dash, обратите внимание, уже устремился наверх, как мы можем видеть. Да? К биткоину Dash вообще уже показывает прекрасное движение. Уже полностью закрыл все предыдущее падение. А вот биткоин кэш, король старичков, к биткоину все валится вниз. И к доллару, соответственно, тоже он стоит на месте. Вообще не показывает рост. Почему это происходит? Опять же, в нашем чате товарищ нарыл вот такую статью на Reddit, где объясняется потенциальная причина этого всего. Давайте я для вас ее переведу на русский язык. В двух словах, короче, здесь говорится о том, что FlexUSD, это некий протокол Flex, накрылся, как я понимаю, медным тазом. Это что-то типа Celsius. Поправьте меня, если я не прав. Короче, какая-то очередная централизованная хуета, в которой было очень много биткоин кэша на 90 миллионов долларов. И его, короче, вывели на Binance, на Banan, вывели весь этот биткоин кэш. И вот, в районе 400 тысяч монет БЧ. И пытались его там аккуратненько, короче, распродавать. То есть это вот как раз к разговору об атаках 51%, ребята. Это несуществующие монеты, которые ребята пробовали задампить по рынку. Поэтому обязательно посмотрите видео Андреаса про суть вообще фундаментала и суть щиткоинов и реальных блокчейнов. Я вам даже его в конце видео обязательно покажу, чтобы вы не себя не утруждали. Но на второй канал тоже все равно подпишитесь. Короче говоря, левые монеты БЧ пытались продавать на Binance. Это нам надо КМСу в чате CryptoCommons, который пробьет стакан. Но я что могу сказать, если мы посмотрим агрегацию стаканов со всех бирж на сайте TRDR.io. Давайте взглянем, что там происходит в стакане. Я вижу, что стакан плотный и по Binance, и по Финнику, кстати, почти нет. По FTX, по что это, хобби. Короче говоря, покупатель-то есть. Как и в паре BCH USDT, так и в паре BCH BTC. Соответственно, о чем это говорит? О том, что все нормально на самом деле. Это просто некий вброс, некий фат. Скорее всего, для того, чтобы люди распродали. И я думаю, что они сейчас закончат это делать. Вроде как они уже заблокировали там эту левоту. И мы увидим хороший отстрел по Bitcoin Cash. Напишите в комментарии, что думаете вы. Держите ли вы этот старый щиткоин, родной клон биткоина. Вот. И давно мы об этой монете не говорили. Но глобально у нее очень вкусные сейчас цены. Я вам просто напоминаю, что Bitcoin Cash недавно на своем локальном хае торговался по 1600 долларов. То есть он от локального хае сложился уже в 16 раз. Ну, это как бы просто вам на заметку. И сейчас очень много, кстати, в Твиттере идет хайпа насчет бэча. Повсюду устанавливают банкоматы биткоин кэшевские. Вот в карибских каких-то магазинах ювелирных. И не только там в пиццериях принимают Bitcoin Cash. Как показывают эти видео. То есть, в принципе, масса адопшн-то у него идет полным ходом, как и у Дэша. Чего не скажешь, глядя на цену. Но, ребята, это вопрос времени, на мой взгляд. Вопрос времени, пока он не затузамунет. Вот, напишите, что думаете вы об этом всем. Не забудьте также, что на Bybit начинается турнир. Уже вот буквально завтра. У нас с вами уже 237 участников в команде. Добавляйтесь обязательно в нашу команду по ссылке из описания. Через два дня начинается состязание. Поторгуем вместе с вами этой волатильностью. А так, что, по эфирчику у меня тоже все те же цели. Я сижу, жду 1500-1600. Буду там разгружаться. Бит-дау, касту добираю. Все, как вам и говорил, ребята, если вы меня регулярно смотрите. Поэтому, если вдруг вы случайно попали на канал, не забудьте поставить лайк, подписаться. Нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Все ссылочки в описании. Помните всегда о втором негативном сценарии, который может произойти. Будьте к нему готовы. Но, как я уже говорю, оба эти сценария ведут наверх. Так что в долгую мы с вами победим, ребята. Все, всем желаю большущих профитролей, хорошего настроения. И не могу удержаться. И хочу показать вам это видео от Андреаса Антонополоса, который просто является магистром в сфере блокчейн, биткоин-евангелистом. В общем, в школах надо преподавать то, что он тут говорит. То, что фиат – это скам, и то, что биток – это будущее. Все, на связи. Всего хорошего, пока. Андреас, у вас нет опасений, что крупное национальное государство заинтересовано в том, чтобы разрушить сеть биткоина? Сделав свои супер-ригги, спроектировав чипы и потратив сотни миллионов или миллиарды долларов на то, чтобы намеренно нарушить работу блокчейна. Да, я понял. Я об этом совершенно не беспокоюсь. Это просто невозможно в сети биткоина. Это то, что может быть сделано только с какими-то новыми альткоинами. Биткоин достиг такого уровня вычислительной мощности, что ни одна страна не может переплюнуть эти вычисления в одиночку. Потому что это потребует такого усилия, такой массивной, тайной операции по фабрикации чипов, что в итоге это скоординированное нападение даст им доминирование над следующим блоком в течение 10 минут. До тех пор, пока мы не кикнем этих ублюдков. Переработаем протокол, и они будут выявлены и удалены из сети. Они потратят миллиарды долларов, и все, что им удастся сделать – это одна двойная трата. Да, еще одна вещь. Задолго до того, как они это сделают, они должны понять, что если они такую штуку запустят, все, что они получат, это немного биткоина. Как награду. Поскольку структура поощрения работает именно таким образом. Так что я не парюсь об этом. Много узлов наблюдают за блокчейном. И, как я уже сказал ранее, что они собираются сделать? Они возьмут, форкнут блокчейн, и потом пойдут куда-то, правильно? Они просто создадут альтернативный блокчейн. Отлично. Но что сделаем мы? Кто собирается присоединиться к блокчейну АНБ? Может, кто-то хочет немного фэткоинов? Так что мы все останемся на старой цепочке. Сложность немного упадет, это станет еще более прибыльным для майнеров, которые остались. И мы снова продолжим майнить свой коин. А они могут идти, куда хотят, и майнить любой альтернативный блокчейн. Они не достигнут ничего. Они не могут сделать изменения в протоколе. Потому что, как я уже говорил, пять составных частей в консенсусе, и это потребует миллиард долларов, чтобы сделать самую глупую ошибку в истории. Плюс, это также потребует от правительств сделать IT. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...